Дорогие коллеги, мы продолжаем наше включение с 16-го Московского педагогического марафона учебных предметов. Сегодня у нас День учителей физики, и одна из встреч, которая прошла среди многочисленных встреч здесь на марафоне с учетами Москвы, Московской области и регионов, это встреча с Александром Григорьевичем Бермусом, профессор Южного федерального университета Ростова-на-Дону. И сегодня шел разговор про интегративные технологии подготовки ОГЭ и ЕГЭ. Вся эта встреча была организована издательством, я так понимаю, Легион. В рамках этого издательства вы свои работы проводите. Скажите про основную фабулу сегодняшнего разговора. Есть какие-то особенности в этом году ОГЭ и ЕГЭ, про которые надо говорить? Дело в том, что, мне кажется, одна из основных проблем подготовки к ЕГЭ – это готовность нашего учителя. Неготовность? Проблема неготовность, а, соответственно, проблема нас, как людей, которые занимаются и изданием литературы, и помощью учителям – это психологопедагогическая подготовка. Дело в том, что сама технология работы учителя с детьми, которые выбирают в качестве ЕГЭ, скажем, физику, она не определена. И многие учителя говорят об организационных сложностях. Они действительно очень серьезны, потому что, скажем, учителя, которые работают в классе, которые считаются гуманитарными, где на физику отдаются два часа в неделю, и вдруг он, скажем, в январе месяце, за полгода до ЕГЭ, решает ребенок, что он будет сдавать физику. Естественно, что здесь возникает огромное количество проблем психологических, педагогических, методических, и это нужно иметь в виду, и с этим нужно иметь дело и школам, и родителям, и здесь как раз-таки поле для очень содержательного взаимодействия, потому что и школа, и родители, и учащиеся в конечном счете заинтересованы в том, чтобы будущее ребенка было понятным, чтобы то, что он делает в школе, имело значение для этого будущего. И, естественно, когда ребенок выбирает гуманитарный класс, потом выбирает физику в качестве профильного предмета, и когда все это происходит, то здесь мы сталкиваемся с огромным перерасходом человеческих сил, средств, нервов, и это нездоровая ситуация. Но помимо вот таких организационных проблем, есть проблема психологической неготовности учителя, потому что что такое ребенок, успешно сдающий ЕГЭ, в частности ЕГЭ по физике, какие характеристики, какие психолого-педагогические характеристики должны быть ему свойственны. И здесь я вижу огромное поле для взаимодействия как, с одной стороны, предметных методик, так и тех психолого-педагогических концепций, теорий, которые были созданы в луне отечественной психологии, ну скажем, теории поэтапного формирования умственных действий Петра Яковлевича Горперина. Очень, мне кажется, многое можно подчеркнуть из систем развивающего обучения, как Эльконин Давыдова, так и Занкова. Необходимо отвечать на современные вызовы, потому что распространение сетевых моделей не только в плане сетевого общения, сетевого взаимодействия, но и сетевого организации нашего мышления, нашего сознания, нашего поиска ответов на вопросы, это тоже должно учитываться, и есть такое направление в современной психологии, как инактивизм, который как раз-таки пытается имплементировать вот эти технологические структуры уже в систему психолого-педагогического знания. Поэтому здесь, мне кажется, огромное поле для развития именно психолого-педагогической теории, психолого-педагогической практики, и с этим связано было. У нас чаще всего, когда мы думаем про ОГЭ и ЕГЭ, и что-то мы принимаем, что-то мы отрицаем, и фишка, и настоящая, прямая связка, натаскивание на экзамен, натаскивание на экзамен. То, о чем вы говорите, это переворачивает представление о подготовке к экзамену. То есть мы действительно можем простраивать совсем другой формат взаимодействия с сознанием, с ребенком, чтобы он приходил к экзамену... Психологически готов. Более того, я с этого начал, что у Ольги Юрьевны Васильевны в одном из своих выступлений как раз-таки поставил задачу, что нужно уходить от натаскивания на ЕГЭ, и нужно сделать подготовку к ЕГЭ частью регулярного образовательного процесса. И в этой связи это, по сути дела, формулировка задачи, которая адресована всем учителям, всем дидактам, всем методистам, как должен быть организован регулярный процесс изучения физики в общеобразовательной школе, так, чтобы дети в его рамках оказывались готовыми к сдаче ЕГЭ. А вот литературу, которую Вы издаете и готовите, она прям по сути на чему? Мы пытаемся в методической системе наших учебных пособий, наших задачников, как раз-таки эту идею реализовывать. Сразу скажу, что здесь все очень непросто, потому что мы только год как начали осознавать это как задачу, мы дискутируем, обсуждаем. Есть большие коллективы учителей, которые принимают участие в создании этих пособий, и есть ученые, которые работают в ЕФУ, мои коллеги. В общем, пока мы пытаемся нащупать, потому что здесь много проблем и психолого-педагогического, и методического, и организационного плана. Сам формат ЕГЭ тоже меняется, и в этом смысле все больше требуется именно осмысление, понимание, чем запоминание. Это прям стратегическое направление, которое выбрали сегодня в развитии ЕГЭ, и поэтому тот разговор, который Вы сегодня здесь вели, и Ваша работа чрезвычайно важна. Спасибо, что Вы это делаете. Спасибо вам. Спасибо, что поддерживаете педагогов в их очень непростом работе, потому что, ну, в общем-то, успех нужен всем. И ребенку очень нужен успех, и очень нужен успех, но когда успех получается от того, что ты чувствуешь, понимаешь механизмы, ты прямо совершенно счастлив. Вот это счастье-успеха, оно, мне кажется, и в Вашу работа тоже. Спасибо Вам большое. Спасибо. Вот мы ведем наш репортаж из импровизированной студии в Московском Петербургском государственном университете, в котором проходит марафон в этом году и прошлые годы. И, пожалуйста, те, кто не смог приехать на марафон, следите за нашими сообщениями.